Привет, я Даша, и это традиционный отчётник по книгам за месяц. И я начну с электронных книг. Это с худшего начну, 50 оттенков серого. Я её прочитала, потому что я её читаю всем, и я поддалась течению моды. О чём сожалею? Потому что интересно было... Да, у автора очень лёгкое перо, очень интригующее. Мне было очень интересно читать до первого контакта. На физическом плане между двумя главными героями, если ты понимаешь, о чём я. Стиль очень похож на... Стефани Майер. Я думаю, она может легко засутить создательницу 50 оттенков серого. Кстати, название до боли мне напоминается все оттенки голубого, амураками. Нет? Похоже, эта девушка обожает лагиатить. Да, я знаю, что она была фанаткой, сумерек, и писала фанфики, но, извините меня, это просто копия. Я даже позволила себе выписать схожести с главными героями. И сейчас использую шпаргалку. Она также носит джинсы и майку. Неловкая, спокойная, не любит полную версию своего имени, предпочитая короткую. Девственница, прошу прощения. Белокожая, имеет отчима, ездит на старой машине, любит её, умеет хорошо готовить. Длинноволосая брюнетка, равнодушник его деньгам, любит классическую английскую литературу. Он. Уильд Эдвард. Таинственно красивый и богатый. Говорит о том, чтобы она держалась от него подальше. Говорит, что когда она узнает правду, будет шокирована. Играет в фортепиано. Имеет идеальную семью, где мама врач. Усыновлён. Любит дорогие машины. Тяжелое детство. Это полное списывание, я читаю, Сумерик. Изращённая версия Сумерик. И там есть и Джейкоб. И почему мне не понравилась книга. Там сплошные извращения. Жоржный сад отдыхает, просто где-то нервно кует в сторонке. Обошли. Я была в шоке от частиц в своё время. Но это... Я не знаю. Я всё время задавалась вопросом, почему я всё ещё это читаю. Ответ один. Чтобы добить книгу и рассказать тебе о ней. И предостеречь. Не читай. Ужас какой-то. Конечно, конец... Концовка очень интригует. И я чуть было не сфотилась за следующую часть. Но вовремя остановила себя лесом. Так что это худшая книга месяца. Перейдём к ещё одной альтернатной книге. Которую написал Жеральд Месседье. Называется Рамзес Второй Великий. Судьба фараона. А вот это как раз книга месяца. Книга-фаворит. Мне безумно понравилось. Дело в том, что это исторический роман. Как правило, писатели таких книг грешат тем, что они откровенно дают впечатление какому-то своему главному герою. Они могут приукрасить действительность. Они могут что-то своё, ну, в сюжет добавить. Они могут приврать. Они многое могут. И пользуются тем, что это не документальная, всё-таки книга художественная. Однако, Жеральд Месседье оказался большой умничкой. И он... Это единственная книга, на моей памяти, где писатель оставался полностью объективен. Все события, которые разворачиваются в фильме, они достоверны в историческом плане. Очень достоверны. Он не отошёл ни от одного факта. Он ни от одного факта не приукрасил. Он всё ставил так, как об этом известно историкам, египтологам. И даже смог сохранить более-менее объективное отношение ко всем героям романа. Однако, мне всё-таки кажется, что он чуть-чуть не одобряет романзица второго. Вот. Так что это, я считаю, фактически документальная книга. Просто она подана как художественная и написана как художественная. В этом он очень большой умничка. Планирую заполнить этого автора. Хотя у меня в режиме ожидания порядка 50 книг. Но я запомню его имя. Когда я эти 50 книг одолею, то я обязательно вернусь к нему и прочту ещё что-нибудь. Ну и дальше у нас пошли настоящие книги. Наконец-то в этом месяце я добила книгу «Любовные письма великих». Но о ней я уже отзывалась. Поэтому я просто оставляю ссылку и перехожу к следующему году. Джулия и Джулия. Готовим счастье при Септу. Эта книга стала, этот случай стал вторым в моей жизни, где мне фильм нравится гораздо больше книги, по которой фильм был снят. Что я могу сказать об этой книге? Лёгкое, свободное перо. Интересно читать. Могу предупредить, что при чтении у тебя возникнет желание либо наброситься на еду, так что те, кто худеет, поосторожнее, либо, наоборот, начать её готовить, вдохновившись примером. Более мне об этой книге сказать нечего. Поэтому переходим к следующей. Борис Сакунин. Фото как хокут. Я, кстати, слышала, что Клунин перестает писать детективы, начинает писать историю России, этакий Карамзин. Но это шла тема. Потрясающая книга. Я не угадала ни одной судьбы. Я показывала эту книгу в своих покупках и говорила, что люблю, глядя на фотографии, входит в великое множество, угадывать судьбу людей. Я очень редко кого здесь угадала. Я с собой недовольна. Также хочу заметить, книга понравится любому человеку, которому не безразлична история его собственного рода. Историю читают, как своя собственная история. В чём состоит книга. Акунин попросил своих читателей на ЖЖ прислать три фотографии, хоку, там же три, ну не важно, одного человека, предка своего в разные периоды жизни и рассказать о нём историю. Боже мой! Боже мой! Я когда читала, это просто потрясающе, волшебно, непревзойдённо, сказочно, умопомрачительно, у меня слова закончились. Здесь, понимая эту книгу, начинаешь лучше понимать эпоху, вот, начало 20 века, первая его половина. Даже если ты историк, даже если ты исторически, ну, увлекаешься и исторически достоверно всё, всё-всё знаешь об этом временном периоде совершенно страшном в истории нашей страны, ты всё равно откроешь для себя что-то новое, ты иначе будешь понимать эту эпоху. Ты поймёшь мысли людей, чем они жили, почему делали так или иначе. То есть, всё у меня закончились слова окончательного, поэтому, чтобы себя не позорить, я перейду к следующей книге, если ты позволишь. Она последняя, не так много пошла в этом месяце, это легендарный Хагрд. Здесь три книги, Элик Светлаоки, суд фараонов, владыча Сазари, из Киталии. Я пошла владыча Сазари и суд фараонов. Значит, владыча Сазари. Дело происходит, конечно, в длине в Египте. во времена правления гексосов. Гексосы, если ты не знаешь историю Египта, это завоеватели, которые в своё время захватили Египет, как в своё время татары захватили Россию. И, собственно, история о том, как сверглить гексосов и, собственно, стала править страной. Действительно, кровь фараонов, а не завоевателей. Ну, в отличие от книги Рамза Второй Жеральда Месадье, это скорее не история изложена в художественном стиле, виденье автора, а просто Хагард взял за основу ключевые моменты истории правления гексосов и их свержения и навоял свою собственную историю того времени, той страны. Достоверенно, это вообще никак неверно. Верно только какие-то там ну, эпизодические вещи верны, всё остальное. Ну, это полностью фантазия автора и его подход к этому историческому эпизоду. Но Владыча со временем всё равно очень сильно нравится, обожаю её. Здесь вам и любовь, здесь вам и религия, здесь вам и приключения, здесь вам и экшен есть, и здесь вам и пример высокого моральности, высокого духа, то есть в моральном смысле книга просто вот такая вот, в историческом вот такая вот, но Хагард это золото, умничка, солнышко, я его обожаю, и его книги, это нечто потрясающее, волшебное, и Владыча Сазарит тоже персик. Суд фаронов в этой же книге это в отличие от логической золи, которая претендует на поезд, суд фаронов это больше рассказ всё-таки, и суд фаронов является самой моей любимой вещью у Хагарда. Я знаю её почти фактически наизусть, и этот рассказ открыл мои глаза на... Я по-новому стала смотреть на гиптологию, на археологию, историю о том, как один художник для него Египта реинкарнировал в современного британца и попал нечаянно совершенно на... в тот момент, когда все фараоны Египта собираются вместе в ту самую ночь единственную, собираются вместе, разговаривают, обсуждают, общаются. И почему называется сус-фараонов? Потому что они осуждают археологию, говоря о том, что... говоря о том, что они стервятники, которые поднимают тела великих людей, когда-то великих, и выставляют их на всеобщее обозрение, и, конечно, для них, для фараонов это позор, это... Именно под влиянием этого рассказа, когда я ездила в Египет, я не стала заходить в тот отдел музея, где выстроены мумии, и просто, знаешь, принципиально. очень рекомендую к прочтению. Нет, ну все, желаю тебе читать побольше, желаю тебе читать... Сюрненько не могу запомнить имя Жеральда Мисседье, рекомендую его очень сильно, надеюсь, это интересующаяся история. Вот, весны тебе, солнышко, приятных эмоций, хорошего настроения, желаю тебе, чтобы тебя всегда поддерживали, а когда ты грустила, не утешали, а веселили. Пока!